Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами собрались для того, чтобы посмотреть, что мы можем и должны сделать дополнительно для развития наших экономических связей с одним из наших ключевых партнёров с Украиной. Мы видим, какие сложные процессы там происходят внутриполитические, и я надеюсь, что инициатива Российского министерства страны где-то выравнивает ситуацию, по изменению её к лучшему будут иметь последствия, и результат будет положительный. Во всяком случае, надеюсь, что временно исполняющие обязанности различных уровней не наделают там ничего такого, что нельзя было бы исправить. Но в основе всех отношений всегда лежит экономика. Давайте поговорим сегодня об этом поподробнее. Первое, на что хотел бы обратить внимание и хотел бы задать вопрос нашему министру экономического развития в этой связи, напомнить, что в ходе последнего саммита Россия-Евросоюз в Брест-Ле мы договорились с нашими партнёрами в Евросоюзе о том, что начнём диалог на высоком экспертном уровне, на министерском уровне между Россией и Еврокомиссией по поводу возможного присоединения Украины к договору об ассоциации с ЕС. Наши партнёры в Брест-Ле признали, что это существенным образом затрагивает экономические интересы Российской Федерации, и согласились провести необходимые консультации. Я знаю, что совсем недавно в Брест-Ле выезжал наш министр экономического развития и вёл там переговоры. Прошу вас доложить о результатах этих переговоров. Да, уважаемый Владимир Владимирович, мы начали эту работу. Были сегодня две стремленные эксперты в феврале и марте. 14 марта я выезжал в Брест-Ле, встречался с Еврокомиссаром по торговле господинским ведиктом и с его коллегами. Значит, мы обсуждали те риски, которые, с нашей точки зрения, влечёт за собой вступление в силу соглашения о зоне собственного торговли и дефицитированном членстве Украины в европейском сообществе. Две группы рисков мы рассматривали. Одна группа рисков связана с фактическим обновлением поможенного тарифа между Украиной и ЕС в этом случае, фронтального и практически одномоментного. С нашей точки зрения влечёт за собой «Вытеснение товаров украинского производства европейскими товарами на российский рынок, второе — украинского рынка на российский, европейские товары более высокого качества тоже на дефицитической производительности Второе — техническое регулирование. Европейские стандарты и правила технического регулирования делают невозможным реализацию этой продукции не только на рынках европейского сообщества, но и в том крае, что будет, это тоже в том, что вы платите. И третье, это возможность через таможенную территорию Украины ввоза товаров в происходящем третьих стран, соответственно, России. С нашей точки зрения, это вызывает значительный и неконтролируемый риск роста импорта по ряду чувствительных товаров, что вызывает потенциально серьезное ухудшение положения отечественных производителей. Вторая группа рисков связана с тем, что Россию и Украину связывают примерно 400 соглашений разного рода, одни из них двухсторонние, другие многосторонние в рамках СНГ, и по меньшей мере 38 из них являются принципиально важными для торгово-коммунических отношений. Это соглашения в области стандартизации, сертификации, в области ветеринарии, карантина растений, в области санитарного и фитосанитарного контроля, фармакологии, в области оценки товаров, несущих потенциальные риски и так далее. Это жизненно важные позиции. Предмет регулирования этих соглашений и предмет регулирования соглашения о ассоциированном членстве Украины в ЕС примерно один и тот же. Более того, есть положение 39 глава соглашения Украины с ЕС, которое требует, чтобы Украина вышла из этих соглашений, чтобы делать невозможным одновременно исполнение положений соглашений об ассоциированном членстве и этих соглашений. То есть фактически Украина готовит любое, чтобы либо нарушить эти соглашения, либо выйти из них в одностороннем порядке. И то и другое несет такой риск, просто хаоса на самом деле в торгово-экономических отношениях, невозможности их осуществлять в каком-то нормальном отделе. Вот эти наши поведения, нам кажется, довольно аргументированно мы изгладали, но столкнулись, я бы сказал, с таким неконструктивным, можно даже сказать, демонстративным неконструктивным подходом. Значит, коллеги европейские сказали, первое, значит, по части рисков для производителей мы считаем преувеличенными, значит, эти риски и незначимыми для российской экономики, российских производителей. В части соглашений, а их позиции следующие, это дело Украины. Как она отрегулирует свои отношения с Россией или ныне участниками двухсторонних и невосторонних соглашений. Это дело Украины, и мы здесь не даем никаких рекомендаций и никаких, так сказать, дополнительных посуд. Вот такая позиция была продемонстрирована в очень таком безапелляционном тоне. Понятно. Есть какая-то договоренность о продолжении этой обсуждения? Дискуссия не продолжается. Более того, значит, европейские коллеги после этого выпустили пресс-релиз, в котором было сказано, что считают нецелесообразным настоящий момент продолжение вот этого обсуждения. Жаль. А что у нас происходит в области промышленной кооперации? Как идёт работа с украинским предприятием? Владимир Владимирович, очевидно, что сегодня украинские предприятия переживают не лучшие времена, но все те обязательства, которые были взяты перед российскими предприятиями, как кооперация, на сегодняшний день выполняются. Это касается в том числе и поставок комплектующих в рамках вооружения, поставок в рамках оборонно-промышленного комплекса. Более того, мы согласовали на этот год более трёх тысяч позиций с каждой сторон. Поэтому у нас паритетное отношение в этом плане с точки зрения поставки взаимно по комплектациям. В этой части у нас тоже на сегодняшний день никаких срывов, поставок нет, но при этом у нас больше есть опасения не со стороны предприятий, производителей, а больше со стороны государственных украинских структур в части введения определенных ограничений. В частности, буквально на днях организация оборонно-прома, которая отвечает за регуляторию, в этой части была выпущена директива, которая требует дополнительных согласований со стороны предприятий, которые поставляют комплектацию на российскую территорию. Но опять же, на сегодняшний день каких-то срывов, поставок никаких нет. Мы провели достаточно глубокий анализ основной номенклатуры товаров, которые поставляются с Украины. Мы пришли к выводу, что серьезной зависимости у нашей страны по поставкам товаров из Украины нет. Если будут приняты какие-то ограничительные меры с украинской стороны, то наши предприятия смогут полностью заместить производство с военной латурой по кооперации. Российская сторона дисциплинированно оплачивает авансы? Мы выполняем все контрактные обязательства, которые были подписаны с коллегами, и, соответственно, своевременно оплачиваем все авансы, и в том числе по факту ангрузки, как это прописано в маневрах. А общий объем, ну, примерно, хотя бы порядок заказов с российской стороны украинской промышленности? Речь идет о миллиардах долларов, поскольку это и гражданский сектор, и военный. Все вместе это больше 15 миллиардов долларов. Сделаем так. Я вас прошу дисциплинированно исполнять все контрактные обязательства с украинскими партнерами. Но нам нужно заранее быть готовым к любому развитию ситуации, в том числе с точки зрения импортозамещения. Нам нужно заранее подумать о том, где, на каких предприятиях, в какие сроки и за какие деньги мы сможем развернуть свое собственное производство. Поэтому завтра прошу вас с директорами наших ведущих предприятий сами определить список этих директоров, прибыть сюда ко мне для проведения соответствующего совещания. Но это безусловно. Если такая ситуация возникнет, потребует от нас дополнительных ресурсов, я думаю, что в этом случае нам придется внести определенные коррективы и гособоронзаказ в наши планы развития оборонно-промышленного комплекса. Прошу представить соответствующие предложения. И теперь по поводу финансовых отношений. Попрошу министра финансов напомнить, что было сделано нами в предыдущее время в этой сфере для поддержки украинской экономики и как в соответствии с имеющимися договоренностями должна развиваться ситуация. Уважаемый Владимир Владимирович, мы в прошлом году, в декабре прошлого года выкупили заем еврооблигаций Украины на сумму 3 миллиарда долларов США. Причем выкупили по льготным условиям, ставка купона составляла 5 процентов, выкупили по номиналу, то есть таким образом поддержали экономику и финансы украинской стороны. Хотелось бы отметить, что стоимость, по которой мы приобретали, была заниженной льготной, поскольку цена бумаг котировалась совершенно по другим котировкам, и мы купили по приемлемой для Украины цене. Это позволило и вернуть доверие к украинским бумагам и доверие к украинским облигациям на тот момент. И таким образом мы помогли Украине профинансировать дефицит бюджета. Срок облигаций составляет 2 года, до конца 2015 года. Первые платежи по обслуживанию этих облигаций наступают уже в июне текущего года. Так что мы рассчитываем на выполнение украинской страны тех обязательств, которые были взяты при выпуске соответствующих долговых обязательств. Вы в контакте с украинскими партнерами по этим вопросам, и как обсуждалась эта тема развития этих отношений в финансовой сфере? Мы имели контакт с моим коллегой, министром финансов Украины, который обратился дополнительно за помощью страны Российской Федерации по аналогичному выкупу очередного транш-евроглигации. В объёме 3 миллиарда долларов США. Пока это предложение, в настоящий момент, оно у нас находится в Министерстве финансов, и мы считаем, что мы его будем рассматривать по мере развития событий. В этой связи мы подошли к следующему вопросу, который тесно связан с нашей финансовой поддержкой. И этот вопрос заключается в том, что при предоставлении, по сути, кредит в 3 миллиарда долларов в декабре прошлого года мы договорились о том, что наши партнёры на Украине полностью погасят задолженность перед «Газпромом» за поставленный в прошлом году газ и будут платить регулярно и в полном объёме текущие платежи. И для этого мы и пошли на квартальную скидку. Что происходит сейчас в этой сфере? Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, докладываю. По состоянию на 9 апреля, то есть на сегодняшний день, задолженность за поставленный природный газ из России украинской стороной составляет 2 миллиарда 238 миллионов долларов в Соединенных Штатах Америки. А на момент выдачи кредита? На момент выдачи кредита задолженность составляла 1 миллиард 451 миллион. То есть вместо того, чтобы погасить 1 миллиард 400, наши партнеры нарастили 2 миллиардов 200? Так точно. За ноябрь-декабрь в принципе не оплачены счета за поставленный газ. За счёт выделенного кредита путём покупки облигаций оплачен январь месяц и частично февраль, а март месяц, Владимир Владимирович, полностью не оплачен. Это 526,1 миллиона долларов. Это объём газа, поставленный в марте месяце, 1 миллион 959 кубических метров природного газа. При этом я хочу обратить внимание, что в первом квартале цена была снижена, и газ не оплачен даже по сниженной цене. 285 долларов – это то соглашение, которое было достигнуто в конце прошлого года. И, Виталий Анатольевич, по поводу закачки в подземные хранилища, что там происходит? Мы знаем, что это касается всех – и нас, как поставщиков, и Украину, как потребителя и транзитёра газа в Европу, и наших европейских потребителей. Что там происходит на настоящее время? Что должно быть сделано вообще технологически в нормальном режиме, и что сейчас происходит? В. В. Владимир Владимирович, в прошлом году «Нафтогаз-Украина» заключала в целом подготовиться к зиме в объёме 19 миллиардов кубических метров газа. 19? 19. На сегодняшний день, при прохождении осеннего и зимнего периода, на следующий день осталось порядка 6,5 миллиардов кубических метров. Без учета подземного хранилища, которое находится в Крыму, там порядка 0,65 миллиарда находится в Глебовском подземном хранилище. Для того, чтобы пройти следующую зиму, необходимо восстановить объем подземного хранения порядка до 80 миллиардов кубических метров. На сегодняшний день газа должно быть 18 миллиардов кубических метров. Поэтому порядка 11,5 миллиардов кубических метров должно быть закачано в летний период для того, чтобы подготовиться к зиме и для того, чтобы пройти экспорт газа в зимний период для наших западных потребителей. Чтобы обеспечить транзит? Чтобы обеспечить транзит. Сколько это будет стоить? Это будет стоить от 4 до 5 миллиардов долларов. Покупка этого газа в Газпром. Понятно. Дмитрий Анатольевич, мы видим, что ситуация складывается очень сложной, если не сказать, что она является критической. И в этой связи, конечно, мне нужно знать мнение правительства, ваше личное мнение, как председателя правительства Российской Федерации. Владимир Владимирович, мы применительно к нашим отношениям с украинскими партнерами, мы, как и с другими партнерами, всегда придерживаемся принципа о том, что должны исполняться заключенные договоры. Я люблю в латыни обычно цитировать «пакт сонсерванта». Вот и в этом случае у нас есть договор, заключенный в 2009 году, вы его хорошо знаете, который должен исполняться. Одним из условий этого договора является переход на авансовую форму платежа, на предварительную оплату, если не погашается задолженность. Скажем прямо, мы могли применить переход на аванс и раньше, но мы это не делали, просто понимая сложную ситуацию в экономике Украины, исходя из партнерских отношений с украинскими руководителями. В настоящий момент договор продолжает действовать, этого не оспаривают и лица, де-факто исполняющие полномочия высших должностных лиц Украины. Они это все время комментируют. При этом мы понимаем, что цена изменилась с учетом отпадения известных скидок и неподписания протокола на следующий период с одной стороны и денонсации Харьковских соглашений с другой стороны. Но, тем не менее, общие подходы остались и по этим общим подходам необходимо определять ту цену, которая будет применяться. Если продолжается вот эта действительно по сути критическая ситуация, я считаю, что есть все основания применить переход на предварительную систему оплаты поставок за газ. Тем более, что, как справедливо сказал министр энергетики, даже по пониженным ставкам по этим, которые применялись до последнего времени, они рассчитались за март. То есть это, если говорить откровенно, просто полное безобразие. При этом мы понимаем, что это в конечном счете формирует и общий объем задолженности Украины. Я напомню, что сейчас это вот 3 миллиарда, о которых говорил министр финансов, то есть объем облигационного займа, накопленная задолженность за газ в размере 2 миллиарда 200 с лишним миллионов долларов, и то, что мы рассматриваем в качестве неполученного российским бюджетом дохода, связанного с денонсацией Харьковских соглашений. В общей сложности это порядка 11 миллиардов 400 миллионов долларов. То есть в общей сложности долговое бремя, которое может быть предъявлено к взысканию, составляет 16 миллиардов 600 миллионов долларов. Это огромные деньги. Понимаю, что это является обоснованным, и практически что это будет означать? Что «Газпром» будет поставлять газ только в тех объемах, которые будут проплачены украинской страной за месяц вперед. Сколько они заплатят, столько и получат. Да. Да, это точно соответствует контракту. Вместе с тем, учитывая сложную ситуацию, в которой находится Украина, и незавершенность нашего переговорного процесса с Евросоюзом, я просил бы правительства и «Газпром» воздержаться пока от применения этих возможностей, вытекающих из контракта, вплоть до проведения дополнительных консультаций. Если, конечно, наши партнёры на эти консультации согласны, если не согласны, тогда и вопроса нет. Тогда будем действовать в соответствии с контрактом. Я подумаю о форме консультации с нашими партнёрами и прошу Министерства иностранных дел организовать эту работу. Ситуация, безусловно, мягко говоря, странная, потому что, как известно, наши партнёры в Европе признают легитимность сегодняшних киевских властей, но ничего не делают для того, чтобы поддержать Украину. Ни одного доллара, ни одного евро. Российская Федерация не признаёт легитимности властей в Киеве, но продолжает оказывать экономическую поддержку и субсидирует экономику Украины сотнями миллионов и миллиардами долларов. До сих пор эта ситуация, конечно, не может продолжаться бесконечно. Но ещё раз хочу отметить, что действовать мы должны очень аккуратно, без разрушения того немногого, что ещё осталось. Субтитры создавал DimaTorzok